Пешеходные зоны Пешеходные зоны Площади и территории перед торговыми центрами и другими административными зданиями Первый же вопрос, который возникает у специалистов, это выбор светильника Поэтому для начала давайте разберемся, какой тип светительного оборудования предпочтительнее для освещения пешеходных зон Светодиодные светильники, металлогалогенные или светильники с натриевыми лампами? Прежде чем ответить на вопрос о выборе светильника, рассмотрим особенности ночного зрения человека Мы различаем объекты благодаря контрасту между объектом и фоном При освещении объектов разными источниками света создаются разные условия восприятия Так, например, при освещении натриевыми источниками света создается так называемый негативный контраст То есть темный объект на светлом фоне При освещении источника с белым спектром создается позитивный контраст То есть светлый объект на темном фоне Негативный контраст способствует различению объектов при движении на больших расстояниях Позитивный контраст предоставляет лучшие условия для различения деталей объекта. Соответственно, можно сделать вывод, что свет натриевой лампы, который создает негативный контраст, позволяет создать лучшие условия для освещения дорог вдали от путей пешеходов. Светильники с белоспектром, это светодиодные или с металлогалогенной лампой, предпочтительнее для освещения пешеходных переходов на дороге. То есть это зоны, где наиболее важным является различение деталей, чему способствует позитивный контраст. К тому же цветопередача таких источников света, как МГЛ или светодиоды, выше, чем у натриевых источников. Поэтому рекомендуем для освещения пешеходных зон использовать источники с белоспектром, то есть металлогалогенные лампы или светодиоды, для создания комфортной световой среды. Однако источники типа ДНАТ также уместны в освещении, особенно парков или исторических районах, для создания теплой и уютной световой среды. Говоря об энергоэффективности решений в освещении пешеходных зон, стоит учесть также и мощность выбираемых светильников. Из приведенного на данном слайде графика очевидно, что для светильников большей мощности, 150 до 400 Вт, что характерно для освещения дорог, разница между энергоэффективностью натриевых и светодиодных источников света не так заметна. Однако, если посмотреть на график эффективности светильников меньшей мощности, от 70 до 100 Вт, то видно, что светодиоды значительно выгоднее по сравнению с натриевыми лампами по параметрам энергоэффективности. Теперь рассмотрим такие объекты, как территории дворов, парковки или детские площадки. Особенностью их освещения является то, что обычно высота установки светильников не превышает 5 метров. Кроме того, затруднен подъезд специальной техники для обслуживания светильников. Поэтому в случае, когда площадка неширокая и имеет небольшие размеры, можно применять декоративные светильники с неширокой кривой силой света. В нашем ассортименте есть светильники как с традиционными газоразрядными лампами, так и светодиодные светильники для освещения подобных объектов. Декоративные светильники для освещения территорий дворов, детских площадок и парковок выпускаются как в традиционном исполнении под газоразрядную лампу, так и на базе светодиодов. Светильники под газоразрядные лампы ЖТУ-ГТУ-06 комплектуются универсальным пускорегулирующим аппаратом, позволяющим работать как с металлогалогенными, так и с натровыми лампами. На базе светодиодов это выпускаемые светильники ДТУ-06 различных модификаций. Иногда при освещении территорий дворов, площадок или автостоянок возникает сложность ситуации, когда площадка широкая и есть ограничения по местам установки опор. Тогда для того, чтобы свет светильника добивал до ее середины и освещение было равномерным, необходимо использовать светильники невысокой мощности с широкой кривой силой света, то есть те светильники, которые используются для освещения дорог. В нашей практике был случай, когда к нам обратились за помощью из одной проектной организации Москвы. Стояла задача осветить детскую площадку во дворе довольно широких размеров. Также были ограничения по местам установки светильников и по высоте опор до 5 метров. При использовании декоративных светильников с неширокой кривой силой света не удавалось создать равномерное освещение, и в центре площадки было темно. Тогда мы предложили использовать светильник, который представлен на данном слайде, ДКУ-05, волна 1, мощностью 40 Вт, который отлично справился со своей задачей. Расчет показал, что при освещении этим светильником удается добиться равномерной засветки площадки. Отличительной особенностью данного светильника, помимо эффективного светораспределения, является также и его привлекательный дизайн. Еще одной отличительной особенностью светильников ГАЛАТ ДКУ-05, волна 1, является их регулируемый узел крепления, который позволяет устанавливать светильник как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору. Что касается герметичности данного светильника ДКУ-05, волна 1, то степень его защиты соответствует IP66. Первая цифра означает защиту от попадания твердых тел и пыли, вторая цифра означает высокую степень защиты от попадания воды и другой влаги. То есть такой светильник полностью пригоден для использования в уличных условиях. Разрабатывая светильник, наши специалисты также предусматривают и защиту от коррозии. Добиваются они этого, помещая светильник в специальную камеру на заводе, где методом напыления наносится защитное покрытие, порошковая краска, которая является более стойкой и долговечной по сравнению с обычным лакокрасочным покрытием. Поэтому светильник ГАЛАТ дольше сохраняет свой первоначальный внешний вид. Светильник ДКУ-05 «Волна-1», о котором было рассказано чуть раньше, это новинка. Разрабатывая его, мы учли опыт конструирования и производства светильника предыдущего поколения, ДКУ-02, который представлен на данном слайде. Этот светильник с успехом применяется для освещения многих дворов Москвы. Положительный опыт применения светильников ГАЛАТ также относится и к нашим классическим моделям с газоразрядными лампами. На протяжении многих лет светильники серии ЖКУ-16, 21, 34 и других серий дарят качественное освещение жителям домов, несмотря на различные перепады температуры окружающей среды. Говоря об освещении дворов жилых домов, не стоит обходить вниманием и следующую ситуацию, когда для равномерного освещения требуется установка светильника на большую высоту. Иногда это бывает невозможно из-за того, что затруднен проезд специальной техники для обслуживания светильников. Поэтому оптимальное решение в данной ситуации – это применение складывающихся опор, которые состоят из стационарной части и поворотной части. Опоры такой конструкции позволяют производить обслуживание светильника без применения специальной техники. Один из самых актуальных вопросов на сегодня – это ценовая категория светильников. К нам в отдел нередко обращаются с вопросом, можно ли в обычный светильник под лампу ДРЛ поставить светодиодную лампу. Как правило, это необходимо для того, чтобы снизить затраты на закупку оборудования. Однако мы не можем рекомендовать такой вариант, потому что в данном случае нарушится тепловой режим источника света. Светильники не рассчитываются на использование со светодиодными лампами. Их тепловой режим оптимизирован под ртутную лампу ДРЛ. В результате срок службы светодиодной лампы будет существенно сокращаться. Однако у нас есть решение – это бюджетный светодиодный светильник Циклоп ДКУ-80, мощностью от 30 до 60 Вт. Если перед вами стоит задача выполнить освещение во дворе с минимальными затратами на осветительное оборудование, то мы рекомендуем использовать именно этот светильник, потому что в данном случае вы получите качественный и надежный светильник. Если говорить о пешеходных зонах, дворовых территориях, то здесь очень важным является обеспечение удобной навигации в незнакомых местах. Светящиеся указатели ГАЛАТ ДБУ-69, выполненные на основе светодиодов, с названиями улиц или номеров домов, которые делаются в подзаказ, существенно облегчат ориентирование в городе в темное время суток. Далее перейдем к разделу освещения прогулочных зон. И рассмотрим такие объекты, как территории городских парков, скверов, бульваров или набережных. Выбирая светильник для данных объектов, важно учитывать, что в дальнейшем они будут являться частью городского пейзажа. Поэтому одним из важнейших критериев выбора будет являться привлекательный дизайн светильника, который с легкостью должен вписываться в элемент городской среды и также являться ее прекрасным дополнением. Важным требованием к светильникам для освещения пешеходных зон является отсутствие слепящего эффекта. Необходимо, чтобы светильник создавал наиболее комфортную и приятную световую среду без ослепления глаз человека. Поэтому в наших традиционных светильниках Галат мы предусматриваем специально сконструированный отражатель, а в светодиодных это наиболее оптимальным образом разработанные светодиодные платы и матовый рассеиватель. Другой немаловажный критерий выбора садово-парковых светильников – это их антивандальность. Поскольку большинство из них в парковых и прогулочных зонах располагаются на достигаемом расстоянии, то они должны быть защищены от хулиганов. Поэтому для защиты от вандализма такие светильники выполняются из ударопрочных материалов. Например, материал рассеивателя – это светостабилизированный поликарбонат. На сегодняшний момент один из самых прочных материалов, который выдерживает высокие ударные нагрузки. Что касается ассортимента Галат в области садово-паркового освещения, то декоративные светильники представлены различными моделями в классическом стиле. Например, светильники 0,9 серии – Капля или 0,6 серии – Шар, Лотос и другие с различными источниками света, как на базе газоразрядных традиционных ламп, так и со светодиодными платами. Кроме того, не обойдем вниманием, и все еще актуальный ретро-стиль. Светильники серии GTU-GTU-08 «Светлячок» прекрасно дополнят ландшафтный дизайн городских парков и площадей. Выпуская классические модели светильников, наша компания также не забывает развивать и новые технологии производства. Поэтому недавно были разработаны и выпущены такие привлекательные современные модели светильников на базе литых корпусов и светодиодов, как светильники GTU серии 55 «Факел» или 52 и 53 «Ульпан». Преимуществом работы с нашей компанией является то, что мы можем предложить комплексные решения по освещению объектов. Не только светильник, но и кронштейн, наилучшим образом подходящий под данную модель светильника, а также опору. Металлоконструкции производятся на базе завода, входящего в состав нашего холдинга «Опора Инжиниринг», который располагается в городе Тула и функционирует с 2007 года. Продукция «Опора Инжиниринг» может предложить большой выбор опор и кронштейнов для декоративного освещения садов, парков, скверов и других подобных объектов. На территории России встречаются регионы, где зимой температура может достигать более чем минус 50 градусов Цельсия. Однако декоративное освещение не теряет своей актуальности и в условиях такого холода. Поэтому стоит учитывать, что далеко не каждое оборудование способно переносить такие низкие температуры. При выборе светильников для подобных регионов стоит ориентироваться на их климатическое исполнение. Климатическое исполнение характеризует температурный диапазон, в котором светильник способен работать. Характеристика УХЛ-1 говорит о том, что светильник способен работать при температуре до минус 60 градусов Цельсия. В пользу того, что светильники Галат успешно работают в условиях даже очень холодного климата, говорят различные примеры применения продукции в подобного рода регионах. В частности, светильник ЖТУ-06 «Плотос» не первый год успешно освещает даже самый северный регион нашей страны – город Певек. Что касается освещения площадей в территории перед административными и другими культурными зданиями, то здесь при выборе светильника важно, чтобы он подчеркивал красоту и престиж места. Поэтому оптимальным решением может являться применение систем декоративных светильников. Актуальным решением в освещении площадей в территории перед административными зданиями является использование систем декоративных светильников с применением одной опоры и нескольких кронштейнов. Удачные решения в области освещения площадей и других подобных территорий можно увидеть на примере таких объектов, как Комсомольская площадь в Хабаровске, где освещение осуществляется с помощью светильников ЖТУ-06 «Плотос». Кроме того, это набережная в городе Хабаровск или освещение площади перед домом правительства Сахалинской области, где освещение осуществляется с помощью светильников ЖТУ-06 «Шар». Также прекрасным вариантом является использование комплексов отраженного света. Комплекс отраженного света «Этюд», «Мирбау» и другие – это полностью готовые решения для освещения пешеходных зон, состоящие из светильника, отражателя и опоры. Преимуществом таких комплексов является их дизайн, который гармонично вписывается в городскую среду и является декоративным элементом. Кроме того, они создают очень комфортный неслепящий свет и не создают светового загрязнения, так как свет не уходит в небо. Рассматривая освещение прилегающих территорий больших зданий, стоит отметить, что установка осветительного оборудования нередко осуществляется на мачте, то есть металлоконструкции высотой до 50 метров. Для освещения больших пространств требуется большая высота установки оборудования, поэтому продукция «Опора Инжиниринг» предлагает два типа мачт – с мобильной короной и со стационарной короной. Так, для обслуживания мачт со стационарной короной имеется специальная лестница и площадки для отдыха обслуживающего персонала. В заключении данной презентации хотелось бы отметить, какой бы светильник ни был выбран для освещения той или иной пешеходной зоны, основная цель, стоящая перед специалистами, – это создание наиболее комфортной и благоприятной световой среды в городе. Бренд «Опора Инжиниринг» с радостью готовы вам предложить продукцию для реализации этих целей. Спасибо! Продолжение следует...